почему мы сегодня собрались от у тебя очки есть покажи где твои очки вот он посмотри вот сюда вот видишь нет цифры бегут видишь вот и вы дорогие мои зрители смотреть туда мы целых два месяца ждали вот она ты 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 смотри смотри туда вот она приближается опа на 14 тысяч наших друзей на просторах интернета причем друзей настоящих искренних добрых но есть там три-четыре человека ходит они так это палец вниз поставит но я считаю они все равно друзья они нас поддерживают смотрят критикует критик может быть нет не критикует я так жду чтобы вот этот человек вот написал бы там мне не нравится там то 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 я был бы счастлив потому что я реально хочу с ним в диалог диалог ну такие люди обычно не вступает диалог но все равно они наши друзья мы желаем им здоровья мы желаем чтобы у них все было хорошо чтобы их палец был крепок и пусть они нам эти пальцы ставят и слава богу значит есть у нас оппозиция да это хорошо так почему мы собрались а 14000 еще раз большое вам спасибо мы мы всех вас очень любим мы дорожим каждым из вас мы практически можно сказать по именам знаем все 14000 наших друзей но особенно тех как которые активны которые пишут нам комментарии а мы очень любим ваши комментарии володик все читает я каждый комментарий читаю и ответить на каждый комментарий отвечаю если вдруг я на ваш комментарий не ответил вывод только один причина только одна я его не видел этот комментарий а такое к сожалению бывает я иногда обнаруживаю через полгода комментарий я даже через полгода извиняюсь обязательно отвечаю и так что произошло за эти два месяца как прибавилось 2000 ну во первых у нас была цифра 13 тысяч мы решили ну да нет мы просто были в дороге мне в дороге в дороге пути ну и просто решили ну зачем нам 13000 праздную да у нас есть четырнадцать тысяч красивая цифра а мы как вы уже поняли а многие из вас следят за нами это очень приятно мы только что недавно вот вернулись из прованса путешествия куда мы готовились долго готова очень давно алла кошка долго готовилась а я в принципе что я сделал я очень я протер очки протер свою аппаратуру положил в сумку и сказал куда летим водительские права взял водительские права взял деньги взял игру куда летим алла говорит летим прованс я говорю это где да она говорит ну там там разберемся разберемся да мы полетели прованс готовила я очень долго о нем мечтала вове каждый раз говорила я говорю такое место такое место а он мне все говорил это лучше будет чем тоскана лучше чем тоскана я говорю ну я не знаю вообще-то это два разных совершенно места и их сравнивать никак нельзя это разное да это совершенно разное и по ощущениям а я иногда с удовольствием эмоции честно скажу она сама надо путать вот помнишь там таскане таскане или провансе она провансе это это уже говорит о том что что что-то там есть в общем короче говоря готовится я начала в ноябре месяце 18 года в ноябре я уже заказала все там если вам слышно крики это у нас там внуки ризвят потише и дети и восемнадцатом году я уже все забронировала в букинге ком потому что говорят что ближе к дате вы уже отели не найдете по своему как бы и карману будут дорогие только останутся дорогие отели пятизвездочные а это там очень дорого и и феврале мы заказали купили самолет то есть те 700 евро которые отдал за гостиницу это было дешево да это было дешево это было дешево и мы купили билеты на самолет с пересадкой потому что они тоже были недорогие это мы покупали феврале феврале вова заказал машину сразу скажи тоже машина был шок и когда он заказ увидел цена на машину он сказал что он спросил куда мы едем нет я заказал машину сначала была цена такая приемлемая я точно не помню ну там например тысяч двенадцать я подумал двенадцать тысяч дорого на девять дней думаю ну ничего дешевле я не нашел а машины мы заказываем маленькие вы видите какие это такой класс типа опель корса фальсваген пола ну и такого типа вот маленькие маленькие машинки мне в них очень тяжело сидеть при моих при моем росте 2 метра аль ала там чувствую себя роскошно как в лимузине а у меня два метра рост этом сажусь но экономии с экономии и вот я заказал за 12 тысяч прихожу алигу алла все нормально машину заказал деньги с меня уже сняли все замечательно отлично проходит дня два-три мне приходит сообщение извините ваш заказ снят ликвидирован я думаю что такое читаю там по-английски перевожу а написано что вы знаете что нет таких машин не существует это ошибка техническая ошибка мне пришлось заново заказать и в результате машина нам обошлась двадцать две тысячи двадцать две тысячи это малюсенькая машина но я все равно считаю что в провансе это не цена ну к сожалению как говорил еще карл маркс по моему да спрос раздавит предложение то есть это рыночные отношения соответственно если много туда людей приезжает они они понимают на кабриолетах это вообще сказка на своем личном кабриолете например из германии там или из испании очень не суть важно мы сейчас очень далеко залезем в прованс я почему не хочу залазить далеко в прованс мои дорогие зрители если у вас останутся вопросы после того как я фильм смонтирую выставлю вам его целиком отдам пишите может быть еще сделаем такую вот передачу где ответим на ваши вопросы ну или под каждым комментарием все равно буду отвечать но я надеюсь что в фильме я отвечу на все ваши вопросы поэтому сейчас мы просто собрались собрались да потому что время 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 подошло чайку попить потому что подошло время подошло четырнадцать тысяч и немножечко а что еще важно это чуть не забыли ну это не это вот мы хотели чуть попозже об этом вам рассказать но раз уж мы сказали что произошло за этот период с прошлой нашей с вами встречи этот этот к нам приезжало телевидение ну это отдельное будет это отдельная песня да то есть мы даже не будем говорить канал какой телевидение большой важный канал да хороший канал приезжал у нас целый день здесь снимали именно ко мне приезжали как блогер очень долго снимали и очень долго монтирует да мы ждем результат ну это же телевидение это же не какой-то там владимир код который за пять минут нет ну за пять минут ну я бы конечно уже фильм выпустил потому что ну как ждут же зрители вот поэтому если фильм родится мы вам сообщим мы обязательно всем сообщим и я постараюсь этот кусочек из интернета взять записать и вам об этом рассказать можно я еще подожди два корреспондента взяли у меня интервью опять таки как у владимира кота что тоже приятно одна статья уже появилась одна статья там где-то тоже рождается в редакции ну наверное и все да да ну по провансу еще скажу весь маршрут который мы запланировали при 45 градусной жаре 45 градусной жаре мы выполнили это было сложно чуть-чуть по моему что-то мы где-то ну где-то там что-то ну это незначительно пару небольших точек мы они у нас все равно были дополнительные мы их записали как если будет настроение если будет время посетить да но мы их не посетили из-за жары потому что целый день когда бегаешь по такой жаре это конечно очень утомительно мы этого не знали что у нас так же получится давай еще раз еще раз говорю прекращаем мы прованс почему прекращаем прованс я не против поговорить но у меня впереди фильм я монтирую фильмы я в каждом фильме рассказываю зачем забегать вперед паровоза ну ладно хорошо так какие у нас есть вопросы вспоминай ну вот очень часто задают вопрос на который я устал отвечать он очень простой но я давайте еще раз отвечу всем как вы бронируете отели отели как правило ну 99 процентов мы бронируем через сайт booking.com известный всем есть другие сайты очень похожие мы пробовали сравнивали цены мы не нашли никакой разницы ну как говорилось в рекламе если нет разницы зачем менять старого друга значит все спрашивают по расходам сейчас скажем или да давай сейчас скажем итоговую сумму давайте мы сейчас назовем по провансу уже несколько вопросов прозвучало итоговая сумма примерно 200 тысяч рублей если перевести в евро например ребята с украины нас смотрят с белоруссии то примерно 2900 2900 евро примерно в конце фильма я постараюсь не забыть я сделаю не просто расходы я сделаю разблюдувочку на транспорт на отеле на питание на экскурсии Алла кошка она не только штурман она еще и как говорится бухгалтер штатный на заплате кстати сидит да она все распишет да так многие уже задали нам такой вопрос а сравнение с тосканой да ну я уже давай то есть сравнивать и то хорошо и это хорошо ну да я когда и там и там и тогда у каждого сложится свое мнение согласен да значит что я хочу сказать что я когда домонтирую фильм потому что я путешествую два раза я сначала путешествую как говорится своим телом да а потом путешествую виртуально в своем фильме то есть когда я фильм монтирую я заново путешествую я путешествую еще лучше чем путешествовал в реальности потому что я отсматриваю очень внимательно материал и когда я смонтирую до конца фильм если у меня созреет решение я постараюсь ответить на ваш вопрос можно я еще скажу да здесь вот у меня очень было в провансе то что когда мы ездили по полям вот этот запах лаванды у нас только мощный что у меня даже в одном месте просто закружилась голова реально реально просто закружилась до сих пор пахнет сейчас попробую нашим зрителям показать вот если получится я правда не знаю как камера снимает товарищ оператор привезти пожалуйста вот это настоящий букетик мы его взяли именно там в провансе и фильме он еще раз будет фигурировать так вот ты все вот опять про прованс про прованс ну ладно запах и еще звуки а звуки знаете какие как они эти цикады да чеки 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 потому что чеки 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 так громко что мы друг с другом разговариваем как два глухих а что ничего не слышно потому что цикада очень громко и оказывается они не кричат как там птицы да они задними лапками своими вот так делают как можно у меня даже руки уже это задумились так так же на спрашивают где мы берем машину в аренду значит этот ресурс называется скан скан скай сканер то есть опять таки не мудроство и лукаво до много ресурсов где можно найти машину в прокат очень много ну мы может быть ленивые а может быть мы как-то более такие люди знаете вот обстоятельные вот не любим прыгать вправо-лево так в путешествие любим а вот в интернете ну зачем если мы привыкли букингу значит букинг если мы в скай сканере покупаем всегда билеты на самолет там же рядышком передвигаешь мышкой и там же можно поискать машину то есть там это не скай сканер сама компания не дает тебе машину но она делает обзор по этому региону по этому городу там 10 20 30 фирм и выставляет а ты сам уже выбираешь смотришь выбираешь вот меня уже две женщины написали владимир мы вас видели в прошлых фильмах без бороды больной вопрос для лакошки она мне тоже надо утром просыпается говорит мужик ты кто я говорю я дед и кот я сейчас предлагаю у нас очередное будет путешествие совсем недавно будет совсем недавно но будет она будет выучились где на дальнем востоке в деревне оно будет и скоро скоро да с этого дня опять же месяц будет не будем да но я хочу ему предложить чтобы он сбрил бороду а это хочешь делать опрос ну давайте дорогие дорогие мои женщины-зрительницы все понесло нет подожди а ты хочешь себя к мужикам обращался не а чему мужики-то мужикам все равно значит дорогие женщины пожалуйста напишите оставить мне бороду или как алла кошка говорит вот сбрить говорит будешь молодой и энергичный конечно дело в том что если сбриваю буду бороду я энергичнее стану моложе тоже вот но в метро мне контролёрши перестанут просить мое пенсионное удостоверение вот с бородой не справа кроме этого еще я человек очень экономный значит после того как я в я год хожу с бородой всего год если вы старый фильм посмотрите больше года мне не было породы усики были а у бороды не был вот год я на сэкономленные средства на бритве мы поехали в прованс дорогим и зритель вот еще одна тема очень интересная тема которые она вот всплыла недавно один из наших зрителей написал нам возмущенно мы были недавно на острове корфу в греции да 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 и один зритель сказал что он так влюбился в этот остров вот в наш отель где мы были что он очень хочет он даже пытался узнать номер нашей комнаты где мы останавливались за что поселиться в нашу комнату в наш отель в наш остров наш наш остров да сейчас я поймете о чем хочу сказать и он нам пишет возмущенно вы знаете вот у вас в фильме все так красиво у вас такой красивый отель у вас такой красивый номер у вас там вода из крана не текла у вас на обед вы такое все вкусное да а мне не понравился обед который тут дают а у меня к вода капала в кране и у меня вид с балкона а оттенки зеленого немножко не совпадали с оттенками зеленого что у вас фильме и люди у меня внизу кричали сильнее и собаки какие-то там лаяли да но нет это мы с чего ведем разговор дорогие наши зрители мы не можем предвидеть как вы как будет у вас как будет у вас как вы окажетесь в том месте где мы были где мы в восхищении бегаем и прыгаем и как нам как вам это понравится потому что в первую очередь от зависит нет отеля не от того что вам подают на обед не от того кофе который вам дают первую очередь зависит от того что у вас вот тут находится и с кем вы путешествуете то есть важно ваше настроение ваша душевная рано ведь и если вы приедете с плохим настроением все может показаться совсем другим из и море будет не такое голубое и зелень будет не такая зеленая можно этому еще немножко оливерды давай да и даже вот сейчас у нас вышел уже фильм про кассис да ему там такие восторженные все так показываем все красиво да но когда мы даже сами сейчас смотрим я говорю волосит мы так вот все показываем а другой приедет туда и скажет да ничего особенного и на самом деле ничего особенного но просто вот эта обстановка если вы будете прыгать да будет если будете сами себе поднимать настроение у нас одна из наших любимых поговорок у нас много поговорок я их часто пишу в конце сюжета фильма вы видите я не просто так их пишу я пишу те слова которые мне нравятся или которые я сам придумал вот одна из наших любимых поговорок никто вам не сделает праздник в этой жизни кроме вас самих поэтому делайте праздники вот здесь вот здесь сами себе не обращайте внимание на окружающих так знаете поступило предложение сделать новый плейлист который будет называться в гостях у зрителя давно уже назрела объясню сейчас почему в двух словах потому что об этом к этому теме мы обязательно еще вернемся уже порядка 30 даже более 30 предложений нам салой поступило приехать к вам дорогие наши зрители в гости люди пишут адреса это в разные страны мира это в россии мы даже кстати ну практически один раз уже в гостях были это мы были в ростове-на-дону только сам зритель не захотел показаться в кадре сейчас возможно мы осуществим вот это вот интересное желание нашего зрителя приедем в гости и зритель окажется в кадре и мы с ним вместе будем может быть даже путешествовать вместе пить вино а бутылка вина на троих нормально нормально вот у нас в провансе одна была лишняя а лбу я не лада и сломала там какой-то баркас об этом все фильме вы знаете да там такое будет такое полиция мчс и так далее не ну подожди ну ладно в кино все увидите короче ну ладно короче дети успокоились значит ну что еще раз большое вам спасибо да по провансу давай закончим раз уж у нас лежат такие детали значит с прованса что мы привезли с прованса мы привезли вот такую интересную кусочек горшка значит это или горшок или это была труба какая-то водопроводная наверное да мы проходили по одному из провансальному городу и ала отломила кусок водопроводной трубы в каком-то доме вот а я нарисовал вот эту картинку знаете замечательная память а вот этих я увидела и подумала что очень похоже на господин оператор приблизьте пожалуйста похоже не похоже да вылитые просто вылитые да и мы их у себя на стеночке повесим что еще а вот это туда ван гог ван гог да это мы купили прямо в области оператора приблизьте где находился ван гог вот практически больше ничего и не привозили ничего не приводим за смысл и такое вот до меня спрашивали какими видеокамерами я пользуюсь начата видеокамера начать снимает это canon еще такая маленькая камера может быть кто смотрит в моих фильмах часто появляются подводные съемки одиссея кусту одиссея владимира кусту владимир коту 100 вот это снимая вот такой камерой это видеокамера маленькая sony она в таком чехольчике специальном и под водой этой камеры я снимаю ну вот вроде бы все вопросы на которые мы хотели вам сегодня ответить вот пишите комментарии не уходите с нашего канала далеко и он очень старается вам было с нами хорошо интересно да нам с нами нам с вами хорошо хорошо пока